Времени суток всем, дорогие друзья, еще раз с вами по-прежнему Инмейт и Каспер, и с вами по-прежнему матч Альянс против LGD International. Счет у нас 1-0 в пользу команды The Alliance, и мы продолжаем смотреть. Интернешнл турнир, такой себе на 2 миллиона 800 тысяч долларов. Всего-то, причем призовой даже сейчас все еще растет. Ну что значит, все еще растет. Все больше и больше людей интересуются Dota 2, особенно в преддверии такого вот великого турнира. Я просто сейчас вот лично меня бы зажало покупать компетен, потому что же как-то... Потому что ты корыстный, вот в чем дело. Да, да, есть такое дело. Может поэтому я тут и сижу? Может быть, может быть. Может быть, да, но нет, я на самом деле за бравое дело. Конечно, рассказывай мне потом. Готов работать за еду, за много еды. За много еды? За неделю еды. Так, вот мне, кстати, интересно, сейчас надо будет заполнять там табличку, кто там кого побеждал. Но этим я займусь. А может быть, прямо сейчас займусь, пока у нас будут пикабаны. Что у нас вообще происходит по пикабанам? В первой игре у нас была очень любопытная ситуация. Слушай, серьезно, да, по пикам. И смотри, просто LGD Gaming International забаннили на Агу-сирену. Боятся. Или думают, что вот раз она в тот раз так заехала, то и сейчас заедет. И хотят... Слушай, а нафи выиграли или проиграли, вот, узнать, как мне интересно. Потому что у нафи стоит две победы в таблице, но... Но что-то с кем-то подрался. Я не знаю, может быть, там действительно в офисе есть болельщики определенных команд. Но вообще, это по-любому ошибка. Надо бы вообще написать. Да, да, да. Где-то Dota2.com, да? Да, 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 это на Dota2.com. Ладно, погнали, в общем, смотреть пока на игру. Бан Виспа, бан Бэтрайдера от команды Альянс. Хотя Бэтрайдер был у них самих. И на Га-сирену, кстати, забанили в этот раз LGD International. Да ладно? Я тебе только что об этом задвинулся. Я просто-просто немножко был отвлечен, друзья. Вы уж меня простите. Дизаж на ФП к Альянсам заехал в гости. И медведя забрали LGD. Вот Бульдог, интересно, усмехается ли он сейчас ехидно? Ну, на самом деле, это хорошая стратегия, потому что ты можешь хреново играть на ландруиде, лишишь глаз игрока-противника. Они просто локают у него. Бульдог особо не комплексует. Он забирает Фуриона, и все окей. Не, ну как бы, да, понимаешь, ты душу вкладываешь в какого-то героя. Ты играешь на нем сутками, неделями, месяцами. А его тебе никогда не дают. Да, нет, фиг с ним. И потом просто противник его забирает, и так хреново отыгрывает. Что просто кровь из ушей хлещет, я не знаю, глаза на выкате, вот как будто у тебя атмосфера пропала вся, и ты в вакууме. Так, ну и опять есть Чен, но мне кажется, в этот раз будет все-таки мизерия на нем играть. Много было ошибок со стороны Чена в прошлой игре. Либо опять поменялись аккаунтами, пересели. Ну, опять же, я сомневаюсь в реальность данного плана. Что-то вот мне кажется, что это все вот майн-гейс вот эти вот. И ребята друг друга пытаются обмануть, и получается перемудривают слишком сильно. Так, ну и вторая стадия банов. Что, суппортов сейчас надо, наверное, убирать неприятных? Ну, кого-то из таких неприятных. Ну, там уже Алиансы себе показали, что у них будет Хард Фурион или Лес, и визаж будет стоять, саппортить товарища Ладокоптеру. А может быть, какого-то Никса сейчас за маня? Я просто... Моя мечта была бы, чтобы вот товарищ Магнус сыграл на визаже в центре. Вот так вот. Что это у тебя за извращенные мечты какие-то? Ну, не знаю, о чем нормальные люди мечтают в 21 год. Я хочу, чтобы Магнус сыграл на визаже в центре. Нормально, нормально. Хорошие мечты. В общем, это котел. Все-таки в бане у нас котел. В бане-то это в бане. Ну, опять же, я не могу точно вот сказать, что первая игра далась Альянсам слишком уж легко. Аймейт ест булочку. Или пирожок, я не знаю, что это. Факт то, что он жрет вот их все. Корабли ему. Ладно. Альянсы. Что, мидеров каких-то неприятных банить? Например. Или... Ну, потому что пока что не видно какой-то конкретной задумки у команды LGD. Хотя, опять же, пушить теоретически они могут. Причем очень неплохо могут. Есть медведь, есть чен. Ну, посмотрим, дойдет ли до этого. Так, там говорят, что на Dota2.com уже принимаются меры по поводу неправильных результатов в таблицах. И вот я сейчас у себя, наверное, их пока введу. Видимо, что тут у нас LGD. Радианс Бэн. Интернешнл. Пока что одну карту проиграли. И Альянс пока на одной карте выиграли. Ну, и Тонг-Фу Оранж. Там такая же ситуация. Кстати, Тонг-Фу первую карту проиграли, да, судя по всему. Что у тебя случилось? Нет, ладно, это очень сильно. Я вообще не знаю, что тут в таблице написано на самом деле. Потому что счет был Маус-Зенит 1-1, ведь? Ладно, как-то странно обновляют. Ладно, я сейчас покажу. Ну, в любом случае, мы это счет знаем. Мы это все говорим об этом. Только нет, нет, это еще фигня. Я тут тоже пока еще немного напортачил. Вот у Зенитов тут 1-1, Маус-Зенит 1-1. Тебя могу, наверное, зачитать, если хочешь, все, кто как сыграл. Вот, вот, примерно так пока что выглядит таблица. Фнатики пока что возглавляют. Ну, это в группе А. В группе Б пока вроде еще ничего не ясно. Потому что там еще не доиграли вторые карты оба коллектива. Ну, и мы еще не доиграли. Да, я еще просто не помню. Там ВП с Ликвидами тоже как-то сыграли. Первую игру ВП вроде выиграли за 20, со счетом где-то 25. Да, да, ну вот что-то в этом духе у нас получается. В общем, друзья, табличку я постараюсь обновить между следующими матчами. Чтобы это было все очень-очень грамотно и красивенько. Так, а у нас тем временем снова пак. В этот раз для товарища С4 есть Фурион для Бульдога, Визаж для ЕГМа. Остался герой для Лоды и для Аки. А в ответочку у нас Лондруид, видимо, для Бракса. Потому что вряд ли Пайк Пайк будет играть. Мне кажется, еще кого-то доберут. 5 секунд. Ну и чем? Ну, видимо, для 14.37 АК Мизери. Я думаю, все-таки Мизери именно должен играть на этом персонаже. У него очень классно получается. У него вот миллиард этих игр, он там, постоянный соперник на Дота Баффе. И забанили Девауэра, ДК, Котла и Гирокоптера. Причем боятся Гирокоптера, боятся Нагу. Такие респект-баны пошли. Да, в прошлой игре эти герои действительно показали, на что они способны. Но опять же, тут остается Фурион. Фурион был не меньшей занозой в заднице у команды LGD Интернет. Всего два бана. Тут крути-не крути, а не уберешь все. Согласен. Алхимик для Пайката. Для Пайката. Вот это уже, кстати, интригующе. Сейчас возьму Галуда Ликантропа. И что? Прикольно же звучит. Луда Ликантроп. Ладно, ладно. Лодотроп. Лодотроп. Так. Тут. О боже, у меня какой-то, у меня какой-то краб на черном квадрате. Краб Малевича. Я не знаю, что это произошло, но почему он на черном квадрате? Что это? Он еще подпрыгнул. Роман, Роман, вырубай краба. Что это? Кто сломал компьютер Каспера? Кто-то мне сломал компьютер. Фу-та-ю. Не-не, так нельзя. Это было вообще неверно стоять. Он слишком эпичен. Спектра от Альянсов. Ну что, Лода будет показывать, как надо играть? Как надо играть. Просто братишке своему. Привет с того света. На самом деле, да. Ребята из одной лиги, наверное, можно сказать. Что Лода, что Пайкат. Парни древние достаточно. И фармилы, все дела. Да, да, да. Так, и призадумался тут же Мизери. Такое, знаешь. А мы-то на гузобаннили. Неожиданно. Незадача какая, да. Ну что, тут суппорт и мидер, да, нужен по факту. Среди хороших суппортов. Shadow Demon тут Алхимика неплохо заезжает. И Бэйн. И ты под спектру. И Бэйн тоже под одно и под другое подходит. Ну, вообще... Нужен Вич-доктор. Вот из личного опыта. С баночкой такой. Нужен халявный Вич-доктор. Я вспоминаю, век вроде бы, я помню, на Вич-докторе когда-то. Еще сто лет назад играл. Понимаешь, бегает там 10 крипов и 5 героев. И Банка только по героям. Вот так вот. Туда-сюда. Туда-сюда. Shadow Demon. Shadow Demon, да. Вот все хорошо, а Вич-доктора не пикает. У него же такая ульта. Physical damage. По пятерым. От души. Много дэмэджа с руки. Офигенный стан. Под хилочка. Но нет. Нет, нет, нет. Он, знаешь, левый. Баночка может не прыгнуть куда надо. Рандом. На рандом. Ну вот, кстати, я недавно смотрел... Баночку и лича. На двоих. И просто тейц, 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 тейц. Нет, это было бы слишком элитно. И баночка дабл кейл. Вот, например, в первой доте, когда Варлок кидал фаталбонцы, там был приоритет по герою. То есть, в какой бы гонолуле ни находился герой, если он находился именно в радиусе поражения фаталбонцами, он встревал под этот бонц. То есть, зацепляло там 4 крипа и, например, героя. Во второй доте этого нет. Вот, если бы, например, сделали подобный приоритет у банки, хоть небольшой, вот, чтобы было не 50-50, а 60 на 40, 65 на 35, я думаю, может быть, Вич-доктор бы пользовался популярностью. Но у нас будет возможность сообщить это товарищу Айсфрогу. Просто за чашечкой, за рюмочкой кофе. За чашечкой кофе. Из Айгиса. Просто блюдце тебе приносит, переворачиваешь Айгис. Так, ну и остаются у нас ласт баны. Не хватает сейчас мидера в команде LGD. Кого, на ком будет год видеть сейчас? Не на Рубике. Да, да, да. Это точно будет не, Рубик. Так, ну что же, мы ждем. И мы ждем. Чего ты ждешь от этой игры конкретно? Победы. От кого? Неважно. И поражение. Я жду победу. Можно быстрее? Победы. Собой. Нам говорят, мы опять отвалились в ДТВ. Что появилось? Так, и снова Виномансер. Заводит моду такую альянсы на Виномансера снова. Ну, хороший суппорт, как ни крути. Да кто спорит, но вот сейчас уже получше. Сейчас есть пак, который много народу цепляет. И визаж с птичками. Ну, опять же, Фурион, там, закрышки. То есть, хотя бы что-то есть. А теперь очень много АОЕ, на самом деле, появляется. Это ульт Фуриона, прокаст Пака и ульт Виномансера. И Спектра. И Спектра, да. Под это все, Спектра. Они в куче будут носить тонны демоджер. А так, Чен без кастов, Шадоу Демон. С одним кастом, Алхимик со Станов, Лондруид вообще без кастов. Ну, Лондруид и Алхимик они жирные. Ну, опять же, вот та же самая ситуация, как была у Зенит и Маус. Что если дотерпят, победят. Не дотерпят, ну, извините. Ну, хотя тут есть два жестких лейта, вот это Спектра и Алхимик. Ну, Лондруид убивает Спектру. Оу-оу-оу, Баунти Хантер для Бракса. Да, ну... Давно я Баунти Хантера не видел, сейчас посмотрим, как с ним Виномансер будет справляться. Изич. Просто покупаешь вместо Центрии просветочку. Ну, тогда у нас, да, год будет стоять в миде на Алхимике сейчас. Ну, выходит, что так. Потому что больше не на ком. Так, ну что, пофидели на ДК, сейчас пофидим на Алхимике. Why not? Опять у нас ситуация, в которой стоит мили-герой против рейнджа. Какие-то большие любители. Лжиди Гейминг Интернешн. Вот не слишком круто, вот мили против рейнджа. Вообще не вариант. Ну, хотя, опять же, пак под тучкой тоже проседает неплохо, я слышал. А вот если убрать дефолтный билд мидерский, азиатский, то там действительно Максиса тучка и просто пушится, 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 пушится нон-стопом. Все, погнали. По ролям тут, в принципе, я даже не знаю, что можно еще сказать. Мизери будет играть на Шадоу Демоне. Да, 1437 опять будет играть на Чене. Пайкат Медвед. Команда Альянс, Блода, Спектра, ЕГМ на Визаже, Акке, Виномантер, С4 в миде на паке и Хардлайнер Бульдог. Просто вот я смотрю, что опять Мизери на Шадоу Демоне. Да, да. По-любому пересвапались с этим аккаунтом. Вот, входит в локаре. Приедем, и ты у них спросишь. Я спрошу, нафига они, почему? Ну, вот ты спроси сначала, было или нет. Да я это и так вижу, но ты посмотри на них. С каких пор у нас вот так вот они поменялись? О, да этот парень Вилата сделал. Да, год там вообще... А, 1437 по билетам выезжает очень плотно. Посмотри, Мэй пока проверяет стим профили. Кого он бы вышел на охоту? В общем, брак с Хардлайна на Баунти Хантере. Хорошо, сейчас посмотрим, что там у них эксцентрики. Да, есть два центря у Веника. И два дастов, ну, пак дастов еще у ЕГМа. То есть, они против Баунти Хантера планируют. Запакованные. И это хорошо. Вот сейчас он побежит направо, вдаль. Будет выманивать крипов и его подкараулит там. Вот сейчас он поведет крипов, скорее всего. Но следующую пачку, возможно. Скорее всего, именно следующую пачку он и будет пытаться забрать. Или будут пытаться убить С4. Никак не убьют пака, вообще вот. Ну, а если он потратит арбу? И что? А что ему? А тут просто подойдет и будет его пилить. Хотя, да, джинады же нету там. Ничего нету, ну потратить. Вот, вообще, стучка стоит. Ну, да, да, да. Тут особо не... Ну, вот, БХ подошел. Ну, да, ударил. Окей. Еще и анимация не прошла. Вот так бы три раза, наверное, треснул. Ой, Таура неприятно получил. Ой, 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 там Мизери! Там Мизери с дабл дэмэджем и прячет его в дезрабце. Это было круто. Вот это реально заявка. Еще сейчас будет один удар под минус армором. И подвели с армором ССГУАТ. Классно сделали все. Закомендить. 437, красава. Это реально было очень-очень прикольно. Вот, раскручивается. И стан в С4 залетает. Что-то сегодня не идет. Нет, если я не ошибаюсь, просто очень тяжело вернуться. Не, ну, а от стана, насколько я помню, от этого вообще практически нереально вернуться. Это примерно как стан Свена. То есть, можно, но очень сложно. Но очень осторожно, да. Так, ну и Пайкат фармит. Пайкат фармит против Бульдога. Причем Бульдог ему тут особо помешать не может своими пеньками. Пайкат тоже такой неприятный товарищ. Ладно, смотрим, пока продолжаем смотреть на Год. А Год, да, у нас тут через Боттл. Второго левела уже Тучка. С4 вообще под Тучкой находиться не вариант. Так. Ну и что у нас там дальше? Дальше у нас БХ получает левел 2. Сейчас пойдет Джинада. Да, отлично. Ну и вместе с 14-37 Бракс идет фармить дальше леса. Я уже, кстати, не первый раз наблюдаю, когда хардлайнер просто отправляется с каким-нибудь лесником и просто... И ворот на него опыт. Да, да. Зачем бегать герой, который бесполезен на лайне? Ну просто там БХ, видимо, понял, что против него и СН3, и дасты, и что на том лайне ему вообще ничего не светит. Нет, оно и понятно. Просто в той игре у нас два спектра, которые сильно мешали. Очень сильно мешали. И то оно почти что всех убилось там, вот, пару раз случайно. А есть векторы, которые вообще не мешают. Ты же понимаешь, что потом и будет? Да, да. Ну вот и пайкат этот левел 3, уже начинает напрягать там бульдог, бульдог сразу же уходит. Ох, успел спрятать, встать в него надо, там у вас же много. И тут Бракс, но тут начинает. Вот они, LGD International, 14-37 и Мизери. Вот это те ребята, которые... Еще бы Steam аккаутами не менялись, цены бы не было. Все, все, закрыли эту тему. Хорошо, хорошо. Сволочухи, а, ну кто так делает? Ну вот отлично, отлично же делают все парни. И очень хорошее начало от LGD. Действительно круто. Да, но адмирал бульдог уже здесь, уже пеньки, они просто сэви тавр. Посмотря, они сплели свои ручонки такие вот, руки-крюки. И не пускают медведя к крипам. Так, ну а медведь в свою очередь уже имеет 1200. Интересно, будет ли пайкат через мидо сыграть? Этот товарищ вообще любит данный артефакт. Ну, рекорд он уже не побил. Какое именно? По быстрому производству медаса. Ну да, да, да. В любом случае, может у них достаточно быстро это появится дело. В центре стоит центрик просто. Ой, тут раскручится, С4 естественно уворачивается. Стоит центрик. У команды Альянс. Ну, неприятно. Из-под джинады получил только что С4 по лицу. Но в любом случае, боттл есть, там хиллочка еще есть. Так что особо не комплексный. Боттл есть, можно и поесть. Там тем временем спектра себе купила фрезы уже. Да, да, да. Вот это неприятно, то что спектру. Если в прошлой игре мы видели спектру, которую унижали там на протяжении первых 20 минут. Как минимум, а то и чуть больше. То есть, то тут у нас есть фрифарм спектра. Это совсем другая категория героя. И она совсем по-другому будет решать вопросы. Так. Да, друзья, те кто только подключился, напоминаю, что следующий матч, который мы будем комментировать, это будут Na'Vi против Maus Sports. И после него будет Альянс против Invictus Gaming. Вот такие у нас интересные матчи. Любопытные. Запланированы на этом канале. Так что никуда не девайтесь далеко. И продолжайте нас смотреть. Тут сейчас атака на Бракса. Брак стоп-аут. Ю-ю-ю-ю. Десятка по этому оставалось примерно. Было бы норма, если бы за ним еще полетела. О, кстати, смотри, дракоша. Дракончик уже. Причем unusual дракоша. Если не ошибаюсь, они такие падают. А, то есть только unusual падают. Да, с эффектом international. А, прикольно, прикольно. Ну да, вот это зеленое облачко international. Ну что, классно. А, я шарю. Из сундучка, который вот последний вышел. Есть линии курьеров, да. Один из них, вот перед глазами. Второй на уровне бокса. Сундучка. Да, да. И третий, кто что. Забыл же. Ну ладно. Курьер это не важно. Тут важно то, что LGD, опять же, очень хорошо начали. Я, конечно, не хочу там начервить, ничего сказать такого, но начало действительно неплохое. Так, у нас в миди год в мульте. Тучечка очередная. Ну и с четыре, опять же, нет никакого смысла сейчас стоять под этой тучкой и пытаться как-то крифов добивать. Очень сильно он будет проседать, поэтому он только вот подлетает, чтобы сделать какой-то там ласт хит. Так, на сколько у нас тем временем лода, лода, 700 голды. Кунетворс, я так понимаю, там у нас на первом месте сейчас, да, бульдог на втором лода, на третьем. Алхимик. Алхимик вообще далеко не ушел. Это, конечно, очень круто, учитывая то, что у него реально там не медальки, ничего такого нету. Но у него один ассист, да, есть. Ты сказал, что на первом лоде на первом пашкаре. Ну, пайкат, пайкат, лода и год. Вот, вот они как раз делят первую позицию в скалфакту. Я, поэтому. Ну, ничего страшного. Пора тавра ломать. Вот, там лондроид уже просто подошел, так, на ему на 70 кп по этому тавру. И почему я отбежал, боится, видимо, глифы и масса тп, и что они заставят. Да глифы-то нету, можно же было добивать. Ну, видимо, хочется скрепать перейти, чтобы на верочку он туда уже летит. Адмирал бульдог. И что, демон, тоже подходит. То есть, сейчас будет битва за тавр на ботомлайне. Ну, я даже не скажу, что это будет битва за тавр. А тут будет, возможно, даже битва за фраг и тавр. Вот, если сейчас корни пройдут. Нет, ну, бульдога... И сразу тп, ты посмотри, моментально было тп от Аки. Как только медведь пошел атаковать бульдога, сразу же был телепорт от Веномансера. Так, ну и тут уже палится бульдог. На бульдоге, кстати, сколько уже? Три стака висит от Шедоу Пойзона. А Шедоу Пойзон там третьего левела. У бульдога сейчас... Сейчас его, смотри, просадить просто половину здоровья. Вот, 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 опача. 150 кп, нормально. Учитывая то, что у него было там 450, вот, нормально достаточно продамажило. Но бульдог с Эви Тавр не пускает. Хотя, в следующая волна придет уже с катапультой. Да, кстати, с тележкой-то будет сложнее воевать. Но польза от Бракса, конечно, в этой игре выше крыши. Чем тебе не нравится Бракса? Почему он почти тапок купил? Нормально, сейчас как нафармить себе на тапок? Как нафармить? Сейчас бульдог себе просто уже медас купит. И Спектра все это время стоит в фрифарм. У нее уже есть агрейжный стик, фейсбуцы, брасерочек. Обогнала на 600 голды года и на соточку. Ну, это немного, конечно, но все равно. Обогнала, то есть, когда байкат. Она фармит, 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 фармит. Пайкат будет собирать Радианс. Будет. Явно неравнодушен пайкат к Радианцу. Ну, потому что есть у него уже там 2400. Я думаю, если бы это был какой-то амидас или еще что-нибудь в этом духе. Он бы уже его принес. Давненько уже принес. Если сейчас он как-то грамотно заберет тавер, вот так вот. А он его забирает. 3000 голды. Ну, 2800 пока и сейчас с пачки 3. Да, слушай, вообще все отлично пока у Медведа. Его тоже, кстати, никто не трогает. И мне очень интересно, Лода. Лода, он уже играет, да, не там, в фастках и Радианс. У него сейчас фейзы, барабаны. И он рассчитывается, что скоро будет такая фигня, что придется драться. Какой-то пак начнет двигаться с центра, там, не знаю, саппорты где-то грамотно нападут. И нужно будет врываться. И врываться полезно. И поэтому вот у него раскачка 3-2-1, то есть на всякий пожарный сейф. Но больше именно в дэмэдж. Дизалейт он влился. И вот есть фейзы, есть барабаны. То есть поэтому он может сейчас пойти и уже похитаться с кем-то, догнать кого-то, побить в спину так нормально. Так, ну вот смотри, Бульдог себе купил Медас. На 8.30 у него примерно ушло на это дело. Кстати, кстати, не, ну на топ тут залететь пока никто не может. Тут охраняет сейчас спектру EGM. EGM 5 уровня, спектра уже сейчас будет 8. Бракс с тапком, наконец-то. И 450 золота у него. Вроде как более-менее даже. Главное, что левел там 4.5. Это уже не так уж и плохо, как могло бы быть. Хотя он все равно пока что в роли замыкающего выступает. В плане именно уровня. Но оно и ясно, что на больше он, в принципе, претендовать, наверное, и не мог. С4. Левел 8. Можно попытаться зацепить кодов центре. Мне кажется, это давно пора на кого-то нападать уже. Так. Ну и... Просто упаково, то ли ты ульту ставишь, и 6 секунд идет длительность связки. За эти 6 секунд ты либо разрываешь, получаешь дэмэдж и пытаешься убежать, либо тебя вот такой-нибудь Веномансер сейчас догоняет и убивают. Да, да, потому что там замедление очень неприятное, и дэмэдж нормально залетает. Веник у нас, правда, сейчас варды максит. Просто два фрага сделали, и вообще движения прекратились. Все пытаются аккуратно где-то что-то нахабатить. И причем, допустим, если польза от Веномансера еще будет, то польза от Балантихантера, пока он пятый, я... Не знаю, прямо даже... То есть Спектра будет прыгать и убивать его просто с ульты. Потому что 625 хп у него, 663 хп у него, что-то демона, да-да-да. Сейчас просто всю ману потратит, пока убьет этот вард. Так, и что-то себе купил товарищ Спектр. Кстати, год сейчас вот за руной следил. Вот, а Мизери, смотри, как интересно ему ригичи как раз подкатил сюда. Пытается он разбить этот вард, ему еще там пару ударов нужно сделать. Да, сломайся следующий раз. И есть барабаны у лоды. Разбивает он этот вард. Причем вот сколько он стоял под этим вардом, ему никто убивать не пришел. Там ни Фурион никакой, там ни Спектрас ульты, например, не залетел. Хотя можно было, наверное, попробовать. Но, видим, опять же, осторожно играют Альянсы. Очень осторожно. Я еще раз подчеркиваю, что это реально первый раз, когда я вижу настолько осторожную команду Альянс. Да, я бы тебе сказал, что LGD International не сильно отступают. Ну, просто Альянсы мы такое редко видим, да. Просто сейчас вот они, можно было, они за это медведем, да, типа, рты читать, но на всякий пожарный он отошел и сам, и медведя с собой взял. Есть 3800, и он тут же купил себе Сокрит Релик в курицу. Буквально в ту же миллисекундочку. Да, ну, готовится, готовится к покупке Радианса. Просто я знаю, как сейчас все будет. Вот год фармит, 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 делает Shadow Blade, ему осталось 1600. И потом, он, наверное, до 17 у него будет, и до 27 он больше ничего не купит, потому что он будет ходить драться и умирать. Не, ну это классическая, на самом деле, ошибка. Это вечная проблема, что ли, я даже не знаю. То есть, почему-то, вот, вообще, наверное, у СНГ команд, вот, когда ты что-то купил, вот, уже на него нападают. Смотри, спектра, да, нападают на года, а год умирает здесь обязательно. Не засейвишь ты его никак. Сейчас еще пришел, что демон получил. Ну, 4 игрока в центре, поэтому действительно не так. Максимально, наверное, демон, что ты фуриона. Флассчик отпился, и лон друид тем временем ломает Т2 тавер. То есть, тоже не так прост. Не так прост. Ну, понимаешь, там есть вот этот демолиш, который дает там буст по зданиям 40-процентный. Так и еще 60 демиджей с Актрелли. Да, Радиан, ой, не Радиан, точнее, а Сакрит. Сакрит, он тоже очень-очень сильно, конечно, дает буст в этом плане. Но сейчас, видим, приходит опять у нас Фурион. Также есть тут рядышком визаж. Фурион замедасировал крипа. Пайкат пока отступает. Птички уже начинают его окружать. Правда, у спектры ульт... Так, напали в центре. Ну, пак заивейдил стан. Само собой, это было изи как-то. Я не знаю, надеяться... Ну, очень просто, да. ...что Алхимик попадет станом по паку, который этого не хочет. Ты знаешь паков, которые хотят, чтобы в них попадали станом? Пак Мазохист? Да, да, такое именно. Бандаж Гейминг? В черной, кожаной, не знаю, в чем там... Как это все дело называется, но, в общем, я думаю, вы поняли. Баунти Хантер наконец-то получил уровень 6. И, наконец-то, можно идти и пытаться хоботить бабки за счет треков. Пора. Вот сейчас надо делать экшен на вои, потому что иначе он не окупится до конца игры. Вот этот вот странный пик. Ну, смотри, пайкат там внизу сейчас запиливают. Причем планомерно его так долго-долго-долго убивали. Ни одного ТП сейва. Ни одного. Пайкат должен бабла своей команде. Первый аргумент. Поэтому они его не стали посадить. А тут вышку просто хотят забрать. Вот в чем дело. LGD просто не хотят давать шанс вышечку. Может быть, ты и прав. Может быть. Вот трек по С4 уже залетел. Хорошо, теперь есть вижен у команды LGD International. Не будем забывать. Спектра фармит. Вот в чем главная проблема. И по Networxу Спектра на полтысячи опережает сейчас пайката. Но год вроде тоже пока не плохо держится. Так, у нас там пошел ульт от Пака. Есть у нас ульт от Фуриона. Ульт от Спектры. Очень много ультов. Год плох ИП. Год пытается пробить ЕГМ. Но там садится одна, вторая птица. Тут же мишка заходит в корни. Есть корни по С4. С4 уходит в фейтшифт. Но будет тычка. Да, и есть минус. Дальше нужно кого-то еще гнать. Можно зацепить адмирала бульдога. Или же нет. Хотят убить ЕГМа. Да хоть кого-то же. Просто развернись и попробуй нарезать. Нет, нет, нет. Тут уже выгрызается в пайката. И пайкат тут под натиском лоды, аки и прочих персонажей. И да, есть тычка по бульдогу. Еще из трека получает бонусное золото медведь. Но погибает, погибает. Спектра забирает Лондруида. Размер, это сильно в пользу Альянса. Спектра так и не умерла. Она получила много денег. Сейчас у нее уже 2400. Спектра очень много денег получила после этой драки. Да, а Лондруид все еще без Родианса. Кстати, был бы сейчас Родианс, все бы сложилось совершенно по-другому. Драка была бы просто в салат, мне кажется. Посмотри, вот, тут 180 хп, тут 300 хп. Да, слишком много они времени дрались. Там этот Родианс догорел бы большую часть игроков противника. Конечно, конечно. То же Фурион был, он умер секунд на 7 раньше. Эти бтыички можно было выдать в спектру Виномайсеров, кого угодно. И должен заметить тотальный анлак. С Радиком тут был бы вообще тотальный переворот. Но, опять же, если бы до КБ радиации пока еще нет. Да, просто тотальный анлак у Пайката ни разу по корню так не сработали на нужных героев в нужный момент. Еще и визаж задунайл птичками Тауэра. И еще и Годчик тут опять подфидит, судя по всему. Да тут Годчик. Нет, трек и Год спасается бегством. Сейчас, подожди, там уже почти накатился ульт. Могли же пойти дальше. У Пака есть ульта. Ну, решили, видимо, не рисковать. Что-то у демон ульту потратил на птицу. Что это было? Вылетает Пак, сейчас ставить ульту, ставить ульту, ставить ульту. Да, да, но у Года нету-то ульта, надо отправлять на базу, наверное, Года сейчас. Так, 14-37. Отправляет его на базу. Он с 4, нормально там, угребает. С 4 может умереть сейчас. Нет. На 5 хп выжил. Год, Год выживает, ты посмотри, на ухп. Сюда Лода ворвался, уже минус 1 сделал. И начинает нарезать Пайкату тут. Пытается перелиться в Медведя и тоже умирает. Что это за провал? Это такой тотальный провал. Отличный стальный провал. Хотя бы забрали Лоду. Ну, Год тут пытается монтить. Году будет еще и Петра Гуси к ставить. С Пектра, это будет минус Год. И под Изолитом сейчас Год будет умирать. Да, это минус Год. Да, надо врываться дальше, сейчас догонять хотя бы Мизери. Мизери есть, спрятать, но он не спивает. Какое мясо, ты только посмотри. Просветка по Браксу. Бракс остается один. Байбек от Шедо Демона. Есть Байбек от Шедо Демона. Шедо Демона летит сюда. Будет ли сейвить кого-то? Ага, тут вот она цель. Ты посмотри, есть минус ЕГМ, еще и под треком все это делать. Причем он успел вернуться еще и дополнить старые стаки. Да, 5 стаков висело на ЕГМе только что. Боже, такое мясо, такая рвань. Знатное мясцо. Знатное мясцо, да. У Спектра 2500. А теперь посмотри на Баунти Хантера после этой драки. 9 левел, 1000 голодей заимел. 2000 золота. Сейчас есть БХ. Он не умирал, за что ему большое спасибо. Да, сейчас БХ догнал по уровню всю свою команду. Это Шедо Демона Алхимик. И он... И перегнал Чена. Ну да, да, да. Нормально, нормально. Просто поднялся. То есть сейчас он по сути достиг того уровня, когда уже можно быть типа на плаву. Причем за эти 2000 он себе там что, барабаны какие-то купил? Он себе НРПТ-шку-то собрал и купил еще сверху... Ага, он идет в БКБ. БКБ, да, пошел. Броссерочек дособрал. Повер-30 дособрал и купил еще Огр Клаб. Так, говорят, что там ВП-1-1 сыграли. Ну и ладно. Такс, ну и... Минус Тир-1 вышка еще и на топе от команды ЛЖД Интернешнл. Дайгер от игры. И наконец-то будет Радианс, если... Если, если вот... Вот, вот, нужен, нужен уже этот Радианс. 20. Ты понимаешь, этот Радик мог быть, там, 3 минуты назад. Да, даже 5 мог. Ну вот его до сих пор нету. И Пайкат, я уверен, он сейчас в огромной грусти и печали. Сейчас же Мишку потеряет, это вообще будет забавно. Все, купил. Ну, купил он. Аллилуйя. Сейчас драки, конечно, будут... Просто понимаешь, вот, когда у него был Саккрат и почти Радианс, у Спектры было 1200. Сейчас у Спектры 2800 и только Радик. Да, да. И появляется Даггер у Пака также. То есть сейчас инициирующая составляющая Альянсов также выросла очень сильно, потому что Спектра ульт, опять же, Фурион ульт и Пак будет рваться с Даггера. Опять же, ну, паника очень серьезная наводится. Действительно, очень крупная паника. Тем более, когда в Спектре переделали ульт, что сейчас не пропадают ее клоны, когда ты, да, врываешься. Мало того, что с клонов бить, так еще и сама на полную нарезать, а не спать. Да, да, и ты не понимаешь там, где она, что она. То есть ты там догадываешься, конечно, дело, но... Опять же, паника. В первую очередь, паника. Но есть Мишка с Радиансом. Это уже намного лучше для LG International. Чем Мишка без Радианса? С тобой даже спорить никто не будет. Смотри, Пак залетел, вот она, ульт один, ульт второй, Гот врубает свой ульт, подхил от Чена. Мизери пытались засейвить, Мизери погибает. Медведь, Медведь, как быстро фокусят, пайкатят. Ты посмотри, Гот убивает одного, но на этом Гот заканчивается. И, опять же, вот этот Бракс, он, ну, ничего не может сделать. Делает просто... Да, если улететь и не успеет. Конечно, не успеет. Четыре в два. Мне кажется, отличный был подхил от Чена, но этого не хватило. Корни, корни подвели сейчас Пака. Был один такой момент, Шадоу Демон не успел себя засейвить. На нем были эффекты от Сайленса, от Пака, поэтому он не мог ничего сделать. Да, да, да. И как вот в игре первой сегодняшнего дня, так фокусили у нас через Сайленс Пака того же, например, Лавстилера, так и сейчас кого-то убивают просто за то, что нечем подсейвиться, кроме скиллов. Никаких итомов, ничего нет. Да, ни Форстафов, ни, там, Гастов каких-нибудь. Если вдруг бы неожиданно у кого-то был бы Еул из этих вот героев, которых выкусят, поднимаешь себя и нет проблем. И Сайленс падает, и тебя не бьют. Так, вот появляется у Алхимика Латар. Ну, Латар нельзя сказать, что... Ой, Год тут что-то, что-то Год только что вообще непонятное сделал. То есть он начал раскручивать стан, начал делать ТП. Когда оставалось мало, отменил ТП и взорвался под фонтаном. Ну, в общем... Нет, зарегенился и пошел гулять. Сергей Год Брагин. Нет, ну, он там подультует сейчас быстро отрегенит, а тут ему что там... Значит, у Сирени не идет. Да, сегодня что-то года не заехало. Ну, может, волнение. И каждый раз ты на Интернешнл попадаешь. Ну, Год уже там второй раз точный. Как бы не третий. Нет, второй. Ну, второй точный. На первом он был? Точно. А, да, он же на первом Нави тогда... Второй тоже был, значит, третий. Да, третий Интернешнл для года. Так что год у нас опытный юзер. Герой из Доти. Да, да. Ну, я же совсем забыл. Это же суперигра, когда он на шторме против Нави воевал. Пошел, отдался, проиграл. Да. Да, да. Ладно, что у нас дальше? Что у нас дальше у Лоды? Лода тоже идет в Радианс. Ну, все верно. Да, конечно. Сильно правильно дошел. Не диффузы сейчас делать. Если тебе и так все хорошо. Причем, опять же, по деньгам Альянсы уже потихонечку выходят вперед. У них на 3000 больше. Причем эти 3000 у тех героев, кому это больше всего надо, по опыту. По опыту, лол, по опыту 10 тысяч. Жесть. Ну, сильное-сильное доминирование со стороны команды Альянс. Именно в плане левелов сейчас мы видим. Потому что суппорты уже все 11-е, кроме Виномантера, да ладно. То есть там Визаж 11-й, Пак 12-й имеет левел. У команды LGD International еще три героя не достигли 11-го уровня. Вот в чем дело. Время как у Альянс только один. Это, конечно, небольшой недостаток. Пошел у нас трек по Лоде. Лода нервничает. Ну, опять же, мобильность хорошая у Альянсов. Если нападают быстро там на Лоду, Лода ультит. Опять же, тут Фурион, там Пак какой-то стопает. Как пойдет. Просто уже Мека доехала ЕГМ, и теперь драки вообще сильно будут в пользу Альянса. Очень сильно в пользу Альянса. Так, ну вот, на топе, кстати, убивает Лоду. Мы говорили только что про мобильность, но Фурион, видимо, решил забить на своего тиммейта. И он очень быстро убили. Там был трек, когда шел ультин и дал стан на фуру. Ну, смотри, тут вышка начинает падать. Успектры, успектры. Есть байб... А, нет, нету байбэка, у спектры. Вот этим можно пользоваться. Этим реально можно пользоваться тем, что нету байбэка. И как? Зачем Альянсы дерутся? Лол! Пытаются убить байката. Это, может быть, даже получится сделать. Правда, сейчас еще 500 хп. Бульдог очень битый. Супер сделала байбэка, она уже здесь. Понимаешь? Она уже здесь. Ну, вот тут-то уже... Дэээм. Да-да, не хватало буквально несколько секунд спектры, видимо, до байбэка. И вот сейчас Альянсы грамотно забайтили. Делают два минуса. Сами, кстати, тоже отъезжают в количестве двух героев. И разбегаются. Останавливаются в живую. Надо догонять, что у демона у него есть телепорт. Как-то надо... Ну, Мизери сейчас... Ой-ой-ой. Засветил и прямо через лес к нему в голову давай нож. Почему Мизери просто не сделал теплаут, тоже непонятно. Ну, ладно. Ну что, минус четыре, размен, по-моему, был в двух героев убили. У нас точно вина Майсера прошли корни и умер Визаж. Ну, тут понимаешь, тут сработал... Опять Спектра заимела кучу денег. И уже несет себе радиацию. Сработал тот фактор, что слишком глубоко уже в драку ввязались LGD International. И когда у Спектры... Если бы даже они просто убегали, они бы кого-то потеряли. И это бы не окупилось. Да-да-да. Поэтому, что так, что так плохо, это полностью заслуга именно Альянсов. Они реально очень грамотно все сделали, очень грамотно все подрасчитали. И тут, конечно, их заслуга в первую очередь. Я просто не посмотрел на таймеры, сколько не было... Ну, какой был кулдаун байбэка у Спектры. Но он реально заканчивался прямо во время драки. Так, заходит на Рошана, но Рошана не убьют. Потому что дэмэджа еще пока не слишком много. Брак, чтобы БКБ не помешало. Вот, чтобы просто зайти и там вгрызться хоть в кого-то. Хотя бы что-то делать. Потому что сейчас он бегает, конечно, раскидывает треки. Это все круто, если кого-то убивают, то куча денег имеет команда. Но герой не наносит ни дэмэджа, ничего. То есть, максимум дает один... Одну джинаду и один тос. И там появляется гем у Чена. Глотив, я не знаю, кого. То есть, максимум вижен ломать, потому что инвизу не в команде. Ну, ты смеешь прошлую игру, вот, и количество вардов вот в этой локации. Шесть штук. Сейчас не сильно меньше. Я вот вижу Синтри, вижу вард, вижу еще Синтри. У одной команды и два варда. Три варда и Синтри у второй команды. То есть, восемь Синтри на вот этом маленьком квадратике, трапеции. Да, да, очень-очень сильно старались команды. Можно даже выделить параллелограммом, и то... Так, а кому там хоть гем прилетел или он не долетел? А он... Нет, курьер уже здесь, да. Летели Тичен? Вроде как. Нет, все, по-кому он его отдал? Я же тоже сказал. Вот, у Мизери, у Мизери. Да, у Мизери сейчас гем находится. Так, ну и на Рошан уже серьезно, кстати, зашли. Да, Рошан уже падает. Все, минус Рошан. Опаздывают, опаздывают сильно LGD. И дальше лезть, я считаю, не стоит. А, ну вот, слушай, еще против Фариона, может быть, они его купили в том числе, потому что все-таки у него есть, что-то другой. Да, что килогар есть, да. Сидел тут, размышлял, как так. Ну и гем сейчас в Мишке. Мишка такой пожирнее товарищ. Вроде... Его нельзя перезвать, поэтому... А, ты про Большого. Ну, его тоже нельзя перезвать. Если его убьют, то гем выпадет. Так, этот Алхимик тоже БКБ. Конечно, БКБ здесь спасает очень сильно. Вот очень-очень. Но к тому моменту, как появится БКБ, Альянс будет и руками нарезать. Потому что Фурион лупасит от души. Проспектуру я просто молчу. Так там, даже, я не знаю, визаж с птичками уже от 11 уровня вносит тысячами этот дэмэдж. Да, да. То есть тысячами. Согласен полностью. И вот, пошел один ульт. Ульт пока отлично. Хорошо, застрелись. Чен, 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 успеет ли подхиляться? Чен даже ульт не прорезал. Тут развал. Тут же моментально убивает Пайкат. Улетает на 14 хп. Что это было? Как он улетел? Года зацепили. Просветка по году. Год погибает. Минус 3. Без размена даже. Ну даже если он улетел, все равно это, ну, просто на 2 смерть меньше. В целом игра пока что... Байбек пошел. От года. Байбек говорит... Точнее, Байбек. Год говорит, я хочу побеждать. Та же Аегис не потеряли. Кстати, в эту году та же самая проблема, что и в прошлой игре. То есть у него клоночная игра, ничего не появилось. Так, стану светлезать, нет? Не успел. Еще и получше, если вот змея так наплывает просто в живот, знаешь... Иди сюда. Проедает ему насквозь. Опять же, линию не потеряли. Но еще больше денег появляется у Альянсов. Еще больше денег у Спикторы в частности. Если вы сейчас посмотрите, опять эти графики, то 7,5 тысяч по голде и почти 18 тысяч по хпе. Ну куда это годится? Ну это очень все плохо, очень печально. Опять же, нехватка БКБ, конкретная нехватка БКБ. Как только появится БКБ, вот эти все инициации, они будут просто уничтожены. Их просто не будет. Будет залетать пак... Девидж от пака не будет, девидж от виномантера не будет. Ну да, да, то есть вот они просто залетают, ты нажал БКБ и разворачиваешься, даешь им по щам. Потому что пак рукой не бьет, виномантер не бьет, визаж, ну птички, да, там пробивают. Но сам визаж тоже особо там не пробивает. Я, опять же, дизейбов не будет от пака, не будет дизейбов от визажа, замедление есть, ты грамотно успел произвести и выйдешь. Да, да, но до этого БКБ еще дожить надо. В разы легче проходить. Просто Кот сейчас, например, байбэк заюзал, у него вообще денег сейчас нету, и до БКБ, понятное дело, он в ближайшем будущем не доберется. Кстати, атака на Бракса сейчас. Причем, да, Бракс тут умирает сейчас. Хотя, отличный стан по двоим от года, но вот это то, что доктор прописал. Хотя есть у нас стан от пака, и год, год, бежать. Регена не хватает, Регена не хватает, лода просто горит. Так, и еще попадает. Сейчас здесь видно, если пак прыгнет, если пак прыгнет, если где он там, не ушел, не ушел, а пак все-таки умер. Да, пак умер, да, пока там забили. Ты знаешь, что в Зейвейде же кучу дычек, и потом как-то, видимо, его добили, я пропустил. Так, стоп, у Спектра есть ульта, почему бы не ворваться? Не, это все для слабых. А куда она ворвется? Да какая разница, под Т4 Тауэр лезешь, убиваешь всех, и на ТП-ауте? У тебя Аэгис. Ну, кстати, да, там же Аэгис. Ну, хотя, ну, собьют и этот Аэгис буквально там за секунду, и разбегутся. И потом ТП, и грамотный ТП-аут. Ну, такое такое дело. Ты влуманиваешь кучу времени у противника. Тут смотри, у нас сейчас пайкат тысячу уже заимел, есть гиперстоун в мишке, и, думаю, нужен башер. Мне кажется, нужен башер. Кираса тоже неплоха, но вот... Вообще, нужны итемы в данном случае. Чего-то не хватает, а не хватает именно итемов. Ну вот, понимаешь, пайкат при всем своем поте, он имеет там на 35 крипов больше, чем та же Спектрана, допустим. Но по Нетворсу он уступает на двушечку, то есть полторашка Спектрия и, там, две с половиной Фуриона. Как-то так. Бульдог с Форстафом еще, ко всему прочему. Вот так вот интересно он сделал, чтобы его, видимо, не подбивали. Какие-то там корни, например, прокнут, вытолкнул себя чуть подальше, и за тобой уже как-то более-менее гоняться нужно. Так, что там у нас с годом? Год 1100, год тешит себя надеждой на то, что появится у него скоро совсем БКБ, и это может произойти, теоретически. Бракс уже с БКБ. Вот, кстати, Баунти Хантеру, ему действительно, ему просто вцепиться в какого-нибудь там Фуриона, Веника, там, что-то типа такого. Просто идти и пилить его целенаправленно, пилить, пилить, пилить. То есть, теперь есть БКБ, он хотя бы это может сделать? Да, 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 он хотя бы может просто напрягать одним своим присутствием. До этого он не мог даже банально зайти в драку, потому что там было столько замедлений, сколько дизайдов. Он просто отталет летал, его даже не били, то есть, он, ну, есть БХ, нет БХ, они дерутся там, ну, умер он здорово, не умер, ну, и ладно. Да, смотри, сейчас тут миди пушится Тауэр, на топе тот же Лайн пушится, правда, Пайкат улетает, но здесь заходит на антиро 3 уже. Отличный стан от года опять, вынужден его потратить Мекку, оппонента, в драке Мекки уже не делится. Просто минуты до падения Эгиса, и поэтому именно сейчас надо демонтить драку. Кстати, что грамотно прячет, когда шедоу демона в спектру, они имеют лишних 2 радика. Смотри, как четко только что отозвал медведя, Пайкат. Смотри, вот он... Просто вот веник разворачивался, давал гель, и он увел мишку, то есть, чтобы геля не попали. Я не знаю, просто вот сейчас вот две иллюзии, которых вызвал шедоу демон из тела спектры, убили полу веномансера. Смотри, пак летает, отлично, но хороший стан от года он восстановил двух игроков Альянс. Неужели этого не хватит? Да, Лода убивает сейчас. Кого там Лода убивает? Шедоу демона, шедоу демон байбэк, Аеги сбили. Хорошо, но надо дальше идти убивать. Вот он, минус Аки. Хорошо, бульдога горят, егема горят. Мишку сейчас, если что, там даже можно расумон сделать. Да, Мишка не на кулдауне, должен появляться сейчас. Лода, годлайк. И шедоу демона выживает на редких соплях, где он там бегает, уводится. С 55 хп у него осталось. И надо забирать Т3. Да, но есть, есть, правда, еще три героя на дефе. Да, раскидываются у нас треки. Подходит медведь. Медведя, правда, сейчас отдавать вообще категорически нельзя, потому что он будет на кулдауне. Всем понятно, что Мишка, который на кулдауне, он абсолютно никакой пользы не приносит. Учитывая то, что в нем лежат все артефакты. Да, но потеряли пока только тауэр. Да, то есть это, опять же, не критично. Вроде как время затягивает. Просто мы раз за раз заведем с тобой такую ситуацию, что в драках спектра не умирает. Она фармит и сейчас купит себе лишний артефакт. Вот в данный момент у нее есть деньги на тараску. Три минуты фарма, второй Рошан, до свидания. Просто две минуты назад, я говорил, разница была полторы тысячи. А сейчас уже две с половиной почти между спектрой и медведем. Фурион, понятное дело, еще больше. Ну вот, и по галде я уже 10 тысяч из ниоткуда вырезала. По XP, правда, ситуация по XP чуть-чуть получше стала, все-таки позабирали. Не боясь, откуда столько опыта. Да, но в любом случае, вроде неплохо пока. Скажем, относительно неплохо себя чувствует LGD. То есть у них еще есть шансы победить в этом матче. Еще не все потеряно, но спектра тараску купила. Шансы потихоньку улетучиваются. Потихонечку, да, легонечко. Опять же, две минуты фарма, займет себе денег на байбэк и убит Рошана. И тогда у тебя будет три жизни и как бы изи вин. Просто у медведя действительно артефакта вообще нет. Вот у него вроде есть этот радианс, у спектры тоже есть радианс, и что? Спектра тоже нормально нарезает, но спектру, чтобы убить, надо намного больше усилий, чем для того, чтобы убить медведя. И опять же, есть вино-мансер, который этого самого медведя просто словит. Да, если он попадает в гелем, ножка практически бесполезна. И это польза не приносит. Да. Год, кстати, скоро купит себе БКБ. Пять сотен не хватает года до этого айтема. Конечно, с БКБ будет попроще уже и алхимик, алхимик просто тоже достаточно уязвим в драках пока что. Но все может измениться. Опять же, и БКБ появляется у Фуриона. Что тоже плохо именно для команды FGD International. Конечно, корни БКБ не отменяют. Ага, Пак нырял. Лол. Дак, посмотри, атака. Атака, сдувают, что-то у демона очень быстро под хил поздний, просто делают тэпауты. Раз, тэпаут. Пытаются улететь и оставляют года. Расходит богов уже лода. Также забирают они Чена, все-таки он не успевает улететь. И это размен 3 в 0 ни на чем вообще. На пустом месте драка. Драка ни за что, абсолютно ни за что. Самая глупая драка, это драка ни за что, особенно если ты проигрываешь. Да, тем более год, вот я говорил, ему не хватает чуть-чуть там до БКБ, сейчас у него 8 сотен уже не хватает. Его еще 40 секунд не будет. И когда он резится, ему негде будет дофармить, потому что снова будет драка, из которой, скорее всего, он умрет, потому что уж больно хороший перевес у команды Альянс. И у него БКБ так и не появится до конца игры. Да, да, да. И сейчас скрипы по центру Аля зайдут, и спокойненько они сломают ботом-лайн. Хотя Кираса у Медведя все-таки появляется. Да, Бараки не регенятся, поэтому... Кираса, опять же, да, не панацея. Если бы по верху Кирасы мы с тобой там увидели еще НКБ Супер Баш, это бы критично менялось ситуацию. Это бы очень сильно менялось. Этого нету, то падает барак, и команда Альянс отходит. Да, шанс, конечно, на победу у команды Альянс сейчас просто критически высоки. Так, у нас тут ТП сделал Баунти Хантер. Барабаны есть еще у БХ. Так, ну и Год, Год понимает, что вот на топе сейчас есть денежка. Надо воспользоваться по максимуму. Во-первых, у Года еще нету 16 уровня. Это минус. Да, это тоже тяжело. Сам понимаешь, что для Алхимика каждая ульта это плюс очень много регена здоровья. Там играет на меня. Ну там по пятнашке плюсуется. Да, да. Какой пятнашке? А, там да, 30 и 50. Да, тут вообще... Там ХП регена, 750 здоровья. Капитальное увеличение скорости атаки. То есть это вот такой баф, что 16 стоит получать как можно быстрее. Конечно, конечно. Ну вот и сейчас в смаке выходит LGD. Ну вот опять же, без этого БКБ на Алхимике хотят они атаковать. Ну Сентрик же вас бьют, лов. И вообще плевать, они просто идут и паркуются где хотят. А тем временем пеньки уже начинают набревать Рошана и команда Альянс. Ну их тупо бьют змеи, а они бьют на поле. Сейчас вот опять же ворвется пак, у него есть Хекс, он дизеймили там трех-четырех игроков команды LGD International, влетит Спектра. Из того, что АОЕ скилов вообще нету, даже иллюзии Спектры убить нечем. Получается, что вы драку проигрываете еще до ее начала. Жирошан уже стоит, вот, вот, за что идут воевать сейчас Альянсы. А вот Гот вместо того, чтобы бегать в этом бесполезном смаке, сейчас бы лучше нафармил свои там недостающие 200 золота. Один, а Эггис еще пережить можно, а сейчас они еще и медведя дадут, которые пытаются перезвать там, бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот. Смотри, пак, потрясающий врыв по четверым, так же улетает Спектры, и вот он Гот без БКБ, который умирает просто за секунду, он ничего не может сделать. Минус Гот, вот, и там все фуловые почти, вот, сейчас только стали бить Веномансера. Потому что за ним Пашкат просто врывается, уже дальше некуда, и сейчас его убьют, и не успеют, он сейчас перехошет обратно, и это, он еще гем отдал. Ну смотри, тут сейчас бежит Спектра, и будет добивать. Там Гот опять выкупил, сейчас теперь 200 голды, и Сэндж, нафиг БКБ, вон там Лода стоит, и просто сейчас догорит тем, что его бьют, какого-нибудь Шадоутия. Он насажает птицу вторую, полевого, и Гэг убивает. И Фурён так же добивает Чена, ну, Гот там, конечно, как-то разбежался, что его не нашли, но сейчас увидят уже Бракса. Да, Бракс, если бы было видно, там гем у ОС-4, поэтому однозначный минус. Гэгэ, 2-0, Альянс.